МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости дня на канале ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели годовалой девочки в Кировском районе Новосибирска. Ребенок выпал из окна шестого этажа накануне вечером. Трагедия произошла на улице Петухова. Из присмотра взрослых ребенок смог беспрепятственно залезть на стул, забраться на подоконник и выпасть в открытое окно. От полученных травм ребенок скончался на месте. По данному факту, следственным отделом по Кировскому району города Новосибирска, Следственному комитету России по Новосибирской области проводится доследственная проверка. В настоящее время следователям произведен осмотр места происшествия. Опрашиваются родственники, соседи и возможные очевидцы трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В Искитимском районе молния ударила в крышу дома. Из-за стихии без электроэнергии остались жители нескольких сел. Во время прохождения грозового фронта в селе Улыбино молния ударила в крышу частного дома, из-за чего она загорелась. Затем пламя перекинулось на стены. Как сообщили в единой дежурной диспетчерской службе Искитима, к счастью, при пожаре никто не пострадал. К другим темам. Замена линии электропередач в Дзержинском районе Новосибирска привела местных жителей в ужас. Люди с недоумением наблюдают за тем, как возле их домов старые опоры меняют на новые. Моя коллега Алина Штоколова сейчас находится на месте и готова рассказать, что именно возмутило людей. Алина, здравствуйте. Ждем подробностей. Иван, здравствуйте. Буквально накануне к нам обратились жители улиц Станичная и Ставропольская в Дзержинском районе и жаловались люди вот на что. Сейчас у них в частном секторе меняют линии электропередач. Вроде бы дело благое, но люди говорят, что рабочие делали это буквально как Бог на душу положит. То есть вчера на Станичной, например, опору пытались установить буквально в метре от калитки. То есть выходя из ворот, люди упирались бы в столб. К счастью, хозяйка оказалась дома и сумела остановить этот процесс. А вот здесь на Ставропольской столбы, как мы видим, ставят на некотором... Новые столбы ставят на некотором отдалении от старых. Местные жители говорят, что сейчас это как бы особых проблем не вызывает. Но вот зимой могут возникнуть трудности. И техника просто не приедет чистить эту дорогу, потому что здесь будет для нее слишком узко. Сегодня вместе с нами на место приехал главный инженер региональных электросетей. Он рассказал нам о том, что действительно линия электропередач будет меняться полностью. Эти опоры нужны не просто так. На них прокинут новую линию, которая будет работать гораздо лучше, чем старая. И люди наконец-то перестанут страдать от постоянных перебоев с электричеством. Однако, чтобы это сделать, нужно определенное время. И некоторые неудобства все-таки придется потерпеть. А вот если у людей возникают вопросы по поводу мест установки столбов, то можно обращаться прямо к нему. Давайте послушаем, что он сказал по этому поводу. При монтаже каждой опоры дополнительно с владельцами земельных участков согласовывается место установки. И при необходимости мы ее имеем право влево-вправо подвинуть на необходимое расстояние. То есть никому ограничений по въезду, по входу никаких не будет. Если у кого-то есть претензии, то отдельно, в индивидуальном порядке, в письменном виде мы готовы с каждым обсудить эту тему. Также Николай Кичигин дал людям свой номер телефона и сказал, что по всем возникающим вопросам можно будет обращаться напрямую к нему. Местные жители, правда, признали, что без вмешательства нашего телеканала их проблему вряд ли удалось бы решить так оперативно. Все подробности этой истории я расскажу уже сегодня вечером, пока у меня эта вся информация. Иван Словова. Да, спасибо. Алина Штоколова о замене линии электропередачи в Дзержинском районе Новосибирска. В эти минуты в Театре «Глобус» проходит торжественное собрание, посвященное Дню России и вручению Государственной премии Новосибирской области. И сейчас там находится мой коллега Андрей Баев. Он готов рассказать подробнее. Андрей, добрый день, вам слово. Добрый день, Иван. В эти минуты в Театре «Глобус» проходит торжественный концерт, посвященный Дню России. В преддверии 12 июня в Новосибирской области традиционно отмечают лучшие коллективы, присуждают Госпремию. В этом году Госпремию вручают в традиционных, так скажем, номинациях, сферах деятельности. Это и медицина МНТК «Глаза» имени Федорова. Это и коллектив нашей «Муз-комедии» за литературу отдельная премия. Отдельная премия в сфере здравоохранения, культуры, медицины и, конечно же, спорта. Отмечу, что сегодня также на торжественном собрании было присвоено звание почетный гражданин Новосибирской области, нашему герою Советскому Союзу, последнему, к сожалению, герою Советского Союза, который остается в живых в Новосибирской области, участнику Великой Отечественной войны, прославленному Александру Анцупову. Ну а все то, что происходит, полную версию телевизионной трансляции, смотрите уже завтра в эфире телеканала ОТС перед прямой трансляцией с Михайловской набережной, где также пройдет праздничный концерт и поздравить жителей нашего региона с Днем России приедет певица Валерия. Подробный репортаж с торжественного собрания в преддверии Дня России из Театра «Глобус» смотрите уже сегодня в 20.30 на телеканале ОТС в дальнейших выпусках новостей. Иван. Спасибо. Андрей Баев о вручении Госпремии Новосибирской области. Паспорта граждан России сегодня получили школьники-отличники, спортсмены-призеры всероссийских и международных соревнований, а также воспитанники патриотических клубов. Это подростки, которым исполнилось 14 лет, уроженцы Новосибирска, Искитимского, Барабинского и других районов области. Губернатор вручил документы, а потом ответил на вопросы ребят о работе, семье и увлечениях. Рассказал, что в детстве мечтал стать космонавтом, летчиком, электриком и физиком-исследователем. В аттестате у него было две четверки, остальные пятерки. Любит бегать на лыжах, отдыхать на природе, ходить в театры, смотреть хоккей и волейбол. Кстати, что касается развития спорта в нашем регионе, Андрей Травников сообщил, в Коросоке к Новому году должны построить ледовую арену, а в мегаполисе появится территория для экстремальных видов спорта. При проектировании площадки, примыкающей к ледовому дворцу, будущему ледовому дворцу на левом берегу, большую территорию мы оставляем, в том числе для прогулок, для уличных видов спорта, в том числе экстремальных. В России в скором времени отменят 10 тысяч устаревших ГОСТов. И хотя не все стандарты обязательны, эксперты считают, что они препятствуют нормальной работе предприятий. Наша съемочная группа пообщалась со специалистами Росстандарта и крупного завода, чтобы выяснить, насколько этот вопрос актуален для российского бизнеса. Сейчас на связи со студией мой коллега Дмитрий Белькевич. Дмитрий, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, Иван. Устаревшие ГОСТы не должны мешать производству. Эту позицию руководство Росстандарта поддерживает как в филиалах на местах, так и местный бизнес. Ранее озвученную идею о том, что 10 тысяч устаревших ГОСТов необходимо отменить, в регионе поддерживают. При этом, как рассказали наши съемочные группы в Новосибирском ЦСМ, ГОСТы меняются постоянно. Связано это с изменением материалов, технологий и законодательства. При этом следование такому стандарту носит необязательный характер. То есть, если предприятие взяло на себя обязательства и отметило это соответствующей маркировкой, то тогда следовать, конечно, нужно. Но в противном случае штрафы не избежать. Если такой маркировки нет, то исследовать стандарту не обязательно. Есть ряд требований, следовать которым должны все. Это касается безопасности продукции и услуг. В то же время кто-то идет дальше и разрабатывает свои стандарты, которые намного жестче, чем ГОСТ. Это справедливо и для завода «Экран», где мы сегодня побывали и пообщались с экспертами. Они отмечают, потребители очень внимательно следят за качеством продукции. И любое отклонение от своих обязательств чревато потери клиента, что в итоге может стать критическим для любого предприятия. Да и знак качества – своего рода магнит для покупателей. Как отметили в Новосибирском ЦСМ, жители Новосибирской области склонны покупать продукты и товары, отмеченные именно этой маркировкой. Спасибо, Дмитрий Белькевич, об отмене устаревших стандартов качества. К другим темам. Юные экологи в Куйбышеве учились разводить безопасный для окружающей среды костер и сделать фильтр для воды. В районе прошел традиционный экологический слет. Подробнее в нашем сюжете. Жестяные банки. Сколько разлагаются в окружающей среде? Есть варианты ответов. Более 10 лет, более 100 лет и более 1000 лет. Можно подумать 5 секунд, потом выйти. Времени на раздумья школьникам не требуется. Каждый из них знает, что алюминиевая банка и пластиковая бутылка – самые опасные для окружающей среды мусор. Он разлагается больше 100 лет. Однако его можно сделать полезным во время отдыха на природе. Смотрите, окончательный вариант у вас должен быть вот такой. Вот это фильтр. Так, вот такой. Вот видите, он стоит как вода, прям чистейшая. Воспитанники туристического клуба «Белки» в походах не новички. Правда, делать фильтр для воды из подручных средств им пока не приходилось. Ставили палатки, готовили ужин, разводили костер. Ну вот такой вот навык – очистить воду, сделать питьевой. Думаете, полезен будет? Ну да. Соорудить такую конструкцию несложно, говорит методист. Думаю, детского творчества Ирина Поленко. Главное – следовать инструкции. Бутылочка, как обычно, пустая, всегда из-под сока находится. Вот пустая. Марлечка и бинтик – это всегда в аптечке. А уголь – это естественно. То есть тут ничего такого вот сверхъестественного, чтобы чистую водичку себе вот обеспечить. Так что все хорошо. Я думаю, что дети у нас умеют, владеют этим. Ну а если у кого-то не получилось, то они после сегодняшней встречи обязательно используют знания. Показали школьникам, как разводить правильный костер. Это для того, чтобы меньше повреждалось от живых растений, корневая система. Второе – когда вы уйдете, чтобы не остался ожог на земле. Экологический слет для школьников в районе проводят больше 10 лет. На этот раз в нем приняли участие 12 команд из школ города и района. Главная цель – привлечь внимание ребят к проблемам экологии. Мы в конце мая, наш Дом детского творчества, мы собирали макулатуру в очередной раз. Мы собирали пластиковые бутылки, мы собирали пробки и батарейки. Дом детского творчества сдал 252 килограмма макулатуры, 10 килограмм батареек. Пластиковых пробок было 15 килограммов, но они легкие. Пластиковых бутылок мы сдали тоже порядка 15 килограмм, но они легкие. То есть это были большие такие пакеты. Пока школьники проходили дистанции, организаторы готовили обед. Мы готовим для ребят гречневую кашу походную с тушенкой. И после активного такого времяпрепровождения на нашем турслете мы хотели бы их угостить этой кашей. Пластиковую посуду и бутылки соберут и сдадут на утилизацию. Выбрасывать их в лесу эти ребята точно не будут. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС. И на этом пока все. Слушайте новости региона на Первом областном радио 54 на 106,2 в Новосибирске и 104,1 в Маслянино. Итоги дня подведем в 20.30. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин